Незаменимый помощник для людей с нарушениями слуха. В сентябре прошлого года в Гродно начал свою работу Центр приёма-передачи экстренных сообщений для слабослышащих людей. Он стал вторым по счёту в стране и зарекомендовал себя, как верный и надёжный товарищ, готовый прийти на помощь человеку с недостатками слуха в любую минуту. Как правило, слабослышащие, оказавшись в трудной жизненной ситуации, не могут самостоятельно вызвать врача, сотрудника милиции или представителя другой службы. Специалист Центра работает круглосуточно и всегда готов прийти на выручку. Граждане обращаются в Центр приёма-передачи с помощью доступных им видов связи, таких как вайбер, ватсап, скайп, фоксимильная связь. Посредством личного приёма могут быть также смс-сообщения. При обращении граждан в Центр переводчик жестового языка выступает в роли оператора, запрашивает суть обращения, местонахождение обратившегося. В Центре приёма-передачи экстренных сообщений поочерёдно трудятся четыре переводчика жестового языка. Бывает, что в течение суток специалисты принимают до 40 звонков. Вадим Гороховский владеет жестовым языком с детства, так как оба родителя – инвалиды по слуху. Для общения используют жесты, может читать по губам. Чаще всего к нему обращаются для того, чтобы найти общий язык с врачами. Бывает, что помощь переводчика срочно требуется в выходные или ночью, поэтому у специалистов всегда включён телефон. Если нужно скорую помощь вызвать, какая-то авария в квартире, в жилищно-коммунальное хозяйство можно позвонить. Если дети у инвалидов по слуху говорящие, то иногда мы звоним в школу, разговариваем с учителями, объясняем что-то, даём информационно-консультативную помощь, если, к примеру, немножко им тяжело информацию понимать. И мы им немножко доходчиво это объясняем, чтобы им намного легче было это понять. За 11 месяцев работы в Центр приёма и передачи экстренных сообщений для слабослышащих людей поступило 2045 обращений. Всего в Гродненской области проживает 1300 человек с нарушениями слуха, 803 из них – жители города Гродно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова